перед вами сосна черная австрийская нас часто спрашивают что вы можете предложить из такого экзотического того чего нет у других вот и ответ обычно это вот как раз такая сосна она красивая сама по себе есть в виде вот таких ножки есть растущих от земли шариков вот как вы видите вот там вдалеке но есть я расскажу вам некоторые подводные камни которые встречаются с посадкой такой вот сосны первый из этих камней это ком земли килограмм под 500 то есть это в диаметре он метр метр двадцать даже полтора метра бывает вот потому что как вы видите стволы у этих деревьев уже лет по 12-15 вот и ствол соответственно толстые чтобы не загубить дерево необходимо копать большой ком вот даже вот у такого маленького казалось бы дерево но там точно такой же большой толстый ствол и необходимо выкопать этот 500 килограммовый ком раз второй подводный камень что вам придется каждую каждую весну делать прищипку данной сосне чтобы она оставалась такой же сивой такой же вот пушистой вам нужно будет она будет выгонять почки на концах веточек вот вот здесь вы видите наверное да вот тут будут почки их нужно будет обламывать пополам вот и тогда но это делается один раз весной вы обчистили эти почки то есть обломали их пополам у вас также сохраняется красота и такая же вот она пушистая и красивая и наверное третий подводный камень то есть что который о котором вы должны знать это что рано или поздно у сосны немного отсыхает хвоя и ее нужно будет убирать то есть если вы посадите на газоне вы должны быть готовы к тому чтобы вы будете этим пылесосом для листьев убирать просто вот эту вот хвою в принципе вот это все подводные камни которые вас ждут а ну еще забыл наверное сказать при посадке такого дерева красивого вам необходимо будет хотя бы первый сезон после этой посадки поливать данную сосну обильно поливать чтоб она прижилась так как дерево старое 12 лет это довольно таки большой срок для дерева должно оно быть соответствующим уходом то есть возможно даже это подкормка первоначальная чтобы дать необходимые необходимые витамины дереву чтобы пошел сок чтобы дерево начало приживаться вот в принципе и все что вам нужно знать о данной сосне и у нее идут как по сторонам так и вниз то есть ей нужно хотя бы вот такое вот чуть больше чем крона место это где-то полтора метра вот от бетонных перекрытий то есть нужно будет ей место чтобы разрастался на корнями и в принципе вы получите вот такую вот красоту дома но на самом деле она того стоит так как это это сосна она очень красиво очень декоративно хвоя у нее пушистая намного более пушистая чему сосны дикорастущей то есть если сосна растет без прищипки то у нее хвоя чуть чуть короче и реже а благодаря прищипки она вот получается вот такая вот длинная пышная вы видите да то есть это в районе тут до 20 сантиметров у нее хвоинки вот эти вот и они такими прямо метелками такими большими и пушистыми заказывайте сосну формированную на сайте plan.tmd